Так вот вопрос зашел об ННФ и о архиерейском соборе. Многие писали, даже с Афона, дать ответ. Ответ заранее дать такой, чтобы не принимать, не погибнуть, потому что это печать антихриста. Ответы даны давным-давно, и при том очень четкие. Это дало священнечание московской патриархии. Ответ гласит так. Выражая своими словами, безразличие. Принимаете ли, не принимаете ли, никто вас не отлучит от причастия, смотрите по обстановке. Вот и весь ответ. Это сходится полностью со мной. Если вы получите новый паспорт, ННФ, никто отлучать от церкви не будет. Даже священник, который считает так, он не имеет права отлучить, иначе его запретят. А те, которые говорят сегодня, а вот вы паспорт получаете, а сегодня это снимают биометрические даны трехмерные, я говорю, а что трехмерные, он даже не знает. Он чужие слова говорит, грамотежки-то никакой нет. Зайдите на наш форум, и там первая строчка, первая страница о чипах. Выступает профессор Осипов, Алексей Ильич. И он начинает говорить, почему вы считаете, что против? Ну, знаете, это за вами следить будут, все знают. Но теперь я задаю вопрос, а что они нас не знают? Зарплату нашу знают. Где живем, знают. С кем живем, знают. Они знают о нас намного больше, чем мы предполагаем. Меня когда судили, они представили данные, да, про прабабушки. Они работают там. Мы думаем, что Ленина 30, теперь ФСБ, КГБ, 4 этажа, и они спят сидят. Они работают. Нам поучительно, там все время свет горит, рано и поздно свет горит. Вы там были хоть один кто-нибудь в кабинете? Поднимите руку. А я был. Несколько раз. Нарушу батюшкину заповедь, не говорите о себе. И скажу, что они работают. Вот я вам говорю сейчас это. Вы прослушали, вышли, и как будто этого и не было никогда. Крепко себе заложите в память. То, что нам дает священное писание, должно находить подтверждение тому, что мы говорим. А если этого нет, ты говоришь от себя, как говорится тетя Фроси. Ну ты говоришь, что трехмерное, там изображение, глазное там сетчатку и прочее, отпечатки пальцев. Ты паспорт, судьба, завидел этот, нет? А я на этой неделе, меня уже вызывали. И я фотографировался, обыкновенная кабинка, садишься, вот такой глазок. Чахнули, до свидания, уходишься. Теперь зайдите. По иностранному написано, ваша фамилия, я заграничный паспорт выправляю. Все данные там есть. Но при тем, как вызвать, они затребовали все документы, копию, трудовую, военные. Все у них есть, абсолютно все. И теперь там все это заложено. Они сказали, в течение месяца ждите по сайту, по моей электронной почве. Они могут вызвать уже не через месяц, а сегодня, завтра сказать. Вот и все. Ничего там нету. А я-то готовился к этому, как утром рано звоню мне сегодня идти. Вы думаете, какую мне рубашку взять? У меня пасхальная, красная в клеточку. Одна есть, сестра Татьяна Сынгаева шила, такая стального цвета, вот как рядом сидит Оля, у нее такого цвета. Я на презентации книг был. А другие советуют вот эту вот полоску красно-синяя. Я четыре рубашки с собой в сумку взял. И там им раскладываю рубашки, а она смеется и говорит, да разницы никакой нет. Я как был вот в этом, так и сфотографировался. Я-то думал, ну, говорить я не умею, так может они что-то там по документу посмотрят. Ничего нету. Я рубашки все затолкал обратно. Я их раз в год-то и надеваю. Ничего нету. Маленьких детей подводят, также фотографируют, записывают. Люди, которые считают, что это сегодня печать Антихриста, это еретики. Это еретики, самая настоящая отпадшая церковь. Они и голоса церкви не слышат. Об этом говорит Дмитрий Смирнов. Об этом я выставил на сайте. Об этом говорит епископ Иларион. Там подряд выставил все. Священный начальник никого не слушает. А кто-то там выступил, какой-то мальчишка выступил. Мальчишка. 17-летний. Ну, я дал ответ. Мальчишка этот очень похож на меня. Я такой же был бы, если бы Евангелие не встретил. У тебя данные какие-то есть? А вот вы теперь получили, у вас теперь печать. У меня теперь на лбу печать. Я говорю, ты уверен? Да. У вас теперь печать. Ну, то, что я выставил материал, этот, Ефрем Сирин говорит, пищать на лбу для того, чтобы не мог совершить крестное знамение на правой руке. Я совершаю. И совершаю не однажды в день, а две тысячи раз каждый день. А ты сколько раз без печати совершаешь? Три раза. Так что же на тебя без печатной твой лоб-то не действует? Мой лоб с печатью, ты говоришь. Ну, представь себе, что пищать антихриста я получил во вторник. Я оскорбился. А ты выступил не где-то, а в интернете выставил материал. Я завтра утром подаю на тебя в суд оскорбление, честь и достоинство деловеру пытаться. Потому что я не в углу сужу. Ты умрешь за стенках, если не докажешь. Тебе условия поставят. Ты докажешь. На, смотри. Я вчера помазание имел, батюшка мазал, крещу лоб отдельно, если непонятно. Докажи, где пищать. Да ничего ты не докажешь. У тебя нет пищати благодати Духа Святого, поэтому ты городишь всякую ерунду. Что ты не знаешь Писания, я тебе докажу прямо здесь, сейчас же. А что у меня печать есть сейчас, ты никогда не накажешь ни здесь, ни в суде, ни на суде Божьем. Нигде. Ты забыл, что печать будет ставить антихрист. А царствовать ему 3,5 года, 42 месяца. Ты считал? Считал. Да как же так? Пищать идет, а антихриста нету. Антихрист, может, не родился еще. В первую очередь, весь мир должен лечь под ним. Денег никаких не будет, паспортов не будет. Все будет заключаться здесь. Это сегодня уже все понятно, разложено. Ты маленько писание считай. Почитай толкование святых отцов. Вот Осипов Алексей Ильич об этом говорит. Самое главное толкование апокалипсиса, Андрей Кисарик и Падокийский, он толкует печать на лбу. Это что? Это означает, я принял антихриста, как Бог, иной придет его примет. И другого толкования нет. А видимо или невидимо, никто еще не знает по сегодняшний день, что он означает. И правая рука это означает отсечение от добрых дел. Толкование святых отцов. А ты что сам толкуешь-то? И ответ. Всякое иное толкование есть ересь. Это не мои слова. Вот и все, теперь разберись, кто ты. А я не буду принимать. Не принимай. Но не говори, что это испечать антихриста. Ты совершенно невежда в Священном Писании. Ни один святой отец не сказал определенный, говорит, сокрыто в Священном Писании, поэтому не будем говорить. Это та тема, которая закрыта. Для чего, когда он придет, его имя обозначится, теперь под 666 все уедет. Тогда только, тогда. А сегодня под 666 от Нерон подходит, имя Нерон там по 666. Все подходит. А почему тогда люди этим занимаются? Пишут в патриархию, собор, и что так опасно. А потому что ничем не занимаются. И самое главное, благовестием не занимаются. Вот почему. А сатана ведет ложным путем. Если это печать, тогда ты уже другой печати ждать не будешь. Она ясна печать. Это паспорт, когда снимает биометрический. Ты уже усвоил, от усвоил. И поэтому, когда придет настоящая печать, ты ее прямо и примешь. Почему? Потому что та печать прошла, а это уже не печать. И святые отцы это знали. Знали уже. Сатана занимает нишу. У тебя ничем голова не занято, сердце не занято. А ты помолись и скажи, Господи, дай мне разумение, не вопреки Писанию. Дай мне смысла, не вопреки канонам и святого толкования, святой православной церкви. И ты увидишь, как у тебя начнет проясняться маленько, туман этот развеивается. А так ничем не занимался. И вдруг паспорта. Вы знаете, у нас приезжал отец Павел Ермоленко с камня на оби. Он легко увлекается. Почему? Малограмотность. Люди, которые за это хватаются, они или совершенно неграмотные, или поверхностно грамотные. Не в мирском, божественном. Я говорю, а что ты кончал? Ничего не кончал. Он едва 10 классов кончил. Паспорт не взял. Тогда началась переписка была. Он приехал к нам по теряйку. Переписка не должна быть. Это уже все. Это антихристу душа продана. Отец Павел, на чем ты это основываешь? Ну что тут непонятно-то? До чего они переписывают? Непонятно. Я говорю, а ты знаешь, что Христова Матерь Божья попала, в переписку? Как это так? Да так. Эта переписка была первая в правлении Квирине в Сирию. Ты, Иван Геннатукин, считал? Я ему открываю. Он сидит, задумался. Я говорю, а ты знаешь, что их три переписи было? Для него это вообще запредельно далекое, закордонное. Я ему открываю описание. Смотри, вот перепись была. Перепись. Вот перепись еще была. Он не знает этого. И что? Все. Нормально. Но теперь он усыпился. Паспорта нельзя получать. Никак. Это печать антихриста. Там кривые какие-то завитушки. Они на шестерку похожи якобы. Мы к нему заезжали нынче. Я спрашиваю, а сын-то подрос, Ваня? Учиться? Я говорю, Ваня, ты как паспорта? Ну никак, получил. Все кончилось. Но те-то слова ты сеял. Не просто эти, батюшка рассказал, а трех-то. Их кто-то учил так. А почему власть перед ними должна теперь смиряться? Она для того и власть, чтобы ей подчинялись-то? Какие-то три старушки, они не выходят тут, а застрадают за упрямство, за невежество. Я у одного брал такого интервью. Назар звать его. Не знаю, здесь это Березки или где он живет. Меня познакомил Володя Пенкин. Приехали с нами, стали беседовать. Приятные наружности, старичок, белая борода. Я разговаривался, говорю, а сколько ты отсидел? Мне кажется, 27, что ли, лет отсидел. А за что отсидел? Я паспорт не брал. Ну, это статья легкая была. Три года, пять лет давали. Он вышел, вышел. Жена встретила. Ну, Назар, ну хоть одну ночь-то, ночую со мной-то. Он кое-как потерпел, ночевал. Ребенок родился через год. Но на следующий день он уже пошел, узнал, где называется Гужовка. И парни с девушками играют. Он сразу говорит, а кто у вас тут комсорг? Ему сказали, разворачивается и комсоргу. Ну, сбил. Ну, другие-то комсомольцы его давай пинать. Опять на пять лет. А он теперь всем говорит, но все-таки я его врезал разок. Теперь подрастают дети. Зетеве приехали. Он ночью все паспорта сжег у них. Все. И если обувь была с прорезями, ну, как босоножки-то. Ну, так ходят летом. Он все сжег, они босиком без паспортные. Ну, ясно дело, что что-то не то тебе сделаешь. Не то, что приобретать, а весь дом трещит. Ну, не будьте подобными Назарами. Это то, что я вам хотел сегодня сказать. Потому что есть. Теперь я что-то вам покажу сейчас. И это что-то кто-то ни разу не видал. Я получил паспорт. Паспорт, который, говорили, это печать Антихриста и прочее. Вот. Самое главное, это вот открыть, когда вот эта толстая первая страница. А страниц здесь 46. У тебя 36, а здесь 46 страниц. Вот. И на каждой странице тут как бы как выколотно номер. То есть их не подделаешь. Я тебе отдам сейчас, подержитесь здесь. Фотография черно-белая, но там цветная заложена. И биометрии никакой нет. Там только на границе могут отпечатки пальцев еще где-то брать. Даже не знаю где. Вот она где. Это сегодня мы снимем. Но там все заложено. Подай, пусть в руках подержат. В руки может не брать тот, кто боится, что это щип Антихриста. Вот, посмотри.